Моя Родина Сибири необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, ладно, что мы делаем? Вылетим на свет божий из этой, из этой, из этой, из этой, из этой, из беседки. Вот, еще по ходу, я собираюсь снять очередной фильм, прошло несколько лет, если там в каком-то фильме было 800 просмотров, в другом 600, а в третьем 300, допустим, через несколько лет смотрю, те же 800, те же 600, те же 300. Почему? Где-то в толще, у меня их, вот, 5600 фильмов, моих лично снятых, так, плюс миллионы, делать людям нечего, они взялись учить. Особенно любят учить те, кто ничего не понимает, не выращивал сад. Ну, то есть, почитанному, почитал и сделал фильм. И вот, обидно, что, прошло несколько лет, вот это я попросил оставить, мой помощник, вот, он вырвал, ну, здоровый парень такой, вырвал вот это дерево. Я хочу, следующий фильм будет, это тема, видите, дерево мертвое, иначе были бы корни живые, он бы не смог его вырвать, сил бы не хватило. Прививки, видите, мертвые, мертвые, вот, и как это могло случиться? А очень просто, это геопатогенная зона, вот я иду по ней, здесь я снимал фильмы, они забыты, придется еще раз снять. В этот раз у меня нет помощников, я жду очень сильный ветер, видите, в этот ветер даже, возможно, меня плохо слышно. А рамки должны быть неподвижный воздух, чтобы в моих руках работали биолокационные рамки. Ну, в общем, вы поняли, я снова пройдусь, очерчу границы, а границы очертил кто? У меня каждый квадратный метр на счету, и что вы думаете? Так, что вы думаете, почему здесь целая поляна? Да потому что здесь ничего не растет. Были здесь грядки, остались фотографии умирающих слипок. Вот, то есть тема геопатогенных зон еще впереди. Видите, я с вами делюсь, что я никак не могу все это закончить. У меня есть только одна лютая обида. У меня, я лезу в долги, в долги, в долги. За все надо платить, платить. Вот. В том числе и за монтаж этих фильмов. В том числе и за трансляцию вебинаров. Вот. За бесконечные... В общем, если я начну перечислить все, у вас скупая слеза из глаз выкатится. Я просто хочу сказать, что я богаче всех. У меня сотни тысяч семян. Так. Это потенциально миллионы рублей, которые я никогда не заработаю. А вы никогда не вырастите вот такие сады. Потому что я вам показал сейчас только патриарха, да? Я на вебинаре очень красиво рассказал. Вот его урожай. Урожаев, когда было 40 ведер с дерева, таких урожаев было несколько. 4-5. Когда на нем было 30 ведер, таких урожаев было 3-5. Когда на нем, на патриархе было 20 ведер, таких урожаев было 3-5. И так в течение последних 30-35 лет. Вот. А выросла сейчас одной косточки. Иногда эти косточки вылазят сами по себе. Вот, пожалуйста. Любуйтесь. Вот она вылезла сама по себе. Вот эта вылезла сама по себе. Вот. И... Сейчас еще покажу. Они не представляют ни для кого, ни к какой ценности. Вот видите. Вот он вылез. Ему цены нет. Вот это вот. Ему цены нет. А он никому не нужен. А взялся он, знаете, откуда? Вот из этих вот. Здесь был урожай. Его весь собрать не могли. Вот это вот. Видите? Это свежие этого года. Собрать так и не смогли. Но собирали где-то, считали до 15 ведер, потом бросили. Я его назвал потомок, нет, наследник патриарха. Оно помоложе. Это дерево. Ему лет 15. Ну, за эти годы уже ведер 50, а может 100 дало. За десяток лет плодоношения. Да, наверное. Сумасшедшие урожаи. Уникальные урожаи. Но эта же косточка за 20 рублей. Ну, 20 это своим. А вообще 25 рублей за косточку. Она никого. Прошел вебинар. Я так красиво рассказал, что сотни ведер дал патриарх с такой вот косточки. Вот. И у меня их десятки тысяч. Но они никому не нужны. Здесь у меня деревья, которые я еще пожалел. Там у меня целая поляна. Там спилено не меньше 20 этих самых абрикосов. Вот. И все, друзья. Сейчас остановится съемка сама по себе. Вот. Благодарю за внимание. Я самый богатый человек. Ну, как кощей бессмертный на золоте, так я на косточках чуть не сказал и помру. Все, друзья. Нет, осталось еще 50 секунд. Так вот, зайди 50 секунд. Сайт садовода Железова. В поисковиковых системах набирайте. В Яндексе, в Рабле, в Гугле. И вы окажетесь на сайте. Там каталог. Хотите иметь такой сад? Вот это второе дерево в реке Светы. Тоже больше 40 ветер. Вот. Абрикосовое. В данном случае Жердель. И... Ох, хотел вам показать. Неумирающие персики. Ни разу, клянусь богом, жизнь неукрытая. Ой, время. Даже не успею дойти. Отсюда покажу. Вон они. Эх, плохо видно. А, они лист бросили. Нет, маленько еще есть лист. Лист. Вы поверите, что вот эти персики ни разу не укрывались.